Добрый вечер дорогие друзья! 26 августа и как всегда в эфире арены событий по пятницам вас ждет обзор прессы. А сегодняшний выпуск поможет мне провести Николай Борисов, корреспондент ЕСИА и также Николай, член молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Очень приятно вас видеть. Здравствуйте! Здравствуйте! Николай, приступим сразу к делу и с одной из самых горячих новостей начнем. Кстати говоря, новость была на ЕСИА и по ЕСИА я сейчас и процитирую. Верховный суд Якутии сегодня рассмотрел и удовлетворил иск самовыдвиженца Андрея Борисова, который оспаривал постановление окружной избирательной комиссии. ЕСИА вело текст-трансляцию из зала суда. Цитата. По агентству иск удовлетворен. Постановление окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации Андрея Борисова отменено. Суд постановил восстановить Андрея Савича в качестве кандидата в депутаты Госдумы Российской Федерации. И вот комментарий, который дал агентству Андрей Борисов. Считаю, что Верховный суд принял решение в пользу тех, кто подписался за меня. Тире около 75 тысяч якутиан. Свободная воля изъявления народа должно быть учтено. Мне на память приходит фрагмент из фильма «Сердца трех», где герой Сергея Жигунова, Генри Морган, говорил следующие слова. «А я просто требую суровой справедливости. Либо свяжите всех, либо развяжите нас». Ну вот, что, собственно говоря, и произошло. Николай, у вас не менее важная, я считаю, новость, с которой мы начнем. У нас, да, у нас понедельник начался с так называемых августовских указов Егора Афанасьевича Борисова. Егор Афанасьевич подписал сразу несколько важных указов, посвященных реализации стратегии развития Якутсии до 30-го года. То есть, как мы будем жить. Да, это первый указ, так называется, собственно говоря. И вот процитируйте, пожалуйста, что является основой стратегии. Главным из них стал о стратегических направлениях повышения качества жизни населения республики. Речь идет о новом подходе к развитию социально-экономической сферы, заданном в стратегии 2030. Основные изменения начнутся уже со следующего года. Результатами станут рост реальных доходов в два раза к уровню 2015 года. Аккуратное увеличение объемов строительства жилья, ликвидация аварийных домов, в том числе и на селе, создание системы школ международного уровня. Республику ждет появление более 50 тысяч новых рабочих мест, полное благоустройство жилья, обеспечение транспортной доступности на всей территории Якутии, ремонт всех аварийных социальных объектов. Да, очень хочется, чтобы быстрее будущее наступило после такой публикации. Будущее светлое, прекрасно. Работайте для него, приближайте его. Это говорил Николай Островский, кстати говоря. Еще указы. Об указе, о мерах по улучшению медицинского обслуживания и повышению качества медицинской помощи в Республике Саха-Якутия давно уже писала пресса. Он выходит в свет после обсуждения с медицинским сообществом, что немаловажно. И этот документ можно разделить на две части. Одна из них посвящена внедрению в Якутии высокотехнологичной медицины, а вторая направлена на улучшение качества обслуживания больных. И, кстати говоря, важно и то, и другое. Я считаю, что улучшение качества обслуживания, человечность медицины по отношению к пациенту, к больному человеку, для меня это чуть ли не весомее, я уже говорил об этом, чем томограф. И то, и другое важно, безусловно. Как вы считаете? Безусловно, так. В то же время отмечается, что сейчас идет резкий такой негативные отношения к нашим медицинским работникам. Это в целом по стране будем говорить, на самом деле. Да, по стране. Но в то же время у нас есть инновации. Еще один указ. Да. Четвертый указ подразумевает меры по развитию табунного коневодца. В Республике появится день коневода. Планируется увеличить поголовье табунных лошадей до 209 тысяч голов в 2020 году. Кроме того, указ решает и земельный вопрос. Коневодам, работающим на дальних землях, будет предоставлено не менее одного гектара на одну лошадиную голову. Указ предусматривает множество других способов поддержки коневодства, включая финансовую поддержку. Ну или на один лошадиный хвост. Что в общем... Интересно, да. Нет, это важно. Это на самом деле очень важно. Газета Якутия. 25 число. Вчера, четверг, страница 11. Первоклассников стало больше. Я расскажу об этой заметке. В День знаний в Якутии распахнут двери 651 школы и более 700 детских садов. Об этом говорили на совещании у премьер-министра Галины Данчиковой с главами муниципальных образований городских округов республики. В первую очередь премьер-министр призвала к заботе о первоклассниках. По сравнению с прошлым годом их стало почти на тысячу больше. Более 15 тысяч ребят идут в первый класс в этом году. И вот цитата. Галина Данчикова поставила перед главами муниципалитетов задачу обратить особое внимание на завершающий этап строительства объектов, проверить качество, оснащенность всем необходимым оборудованием и благоустройством территорий. Также главы муниципалитета получили от председателя правительства еще одно четкое указание. Вовремя обеспечить приезд детей в северных и арктических районах. Но у республики есть своя специфика, безусловно. И северные и арктические районы не должны в чем-то отставать или быть. Да, как раз об этом есть статья на той же полосе. Говорится к среднероссийскому уровню. Извините, пожалуйста. Да, к среднероссийскому уровню. Это статья о том, что в прошлом году президент страны Владимир Путин подписал перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Среди них обеспечить работу и издание правовых актов, предусматривающих создание механизмов снижения до среднестатистического уровня тарифов на электроэнергию в отдаленных районах всего Дальнего Востока. И все это должно происходить без привлечения средств бюджетов из Российской Федерации. Да, да, да. Это очень интересно. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики Юрий Куприянов. Да, он сказал, что для республики очень важно, что глава государства остановился на вопросе энерготарифов. С 1 января 2017 года тарифы в муниципалитетах будут приравнены к среднереспубликанским, говорит Юрий Куприянов. Это означает уменьшение расходов наших предприятий на 7,2 миллиарда рублей. 7,2 миллиарда. Да, это почти 7,5 миллиарда. Колоссальная сумма. Но если эта стоимость будет уменьшаться и от перекрестного субсидирования, то население это улучшение сразу почувствует. И, кстати, я могу дополнить, что там же эту точку зрения поддерживает и генеральный директор Якутской Энерго Олег Тарасов. Цитата. Выход из ситуации один. Реализация тех поручений президента России, которые уже даны. Особенно инициативы по выравниванию тарифа до среднероссийского уровня, потому что в этом случае тариф станет ниже для всех, в том числе и для населения, для нас с вами. Я этому очень рад. Ну, я рад Каневоцу, поэтому хочу вернуться. Поэтому 26 число. Сегодняшняя газета Якутия. Сразу вторая страница. Дело в том, что делегация членов правительства выезжала в Нербинский Улус. И вот как раз с Юрием Куприяновым во главе. Ну и газета Якутия пишет, что первым делом гости ознакомились с ходом кормозаготовительной кампании. В районе была сделана ставка на мобильные бригады, которые отправляются на самые дальние угодья. Они полностью обеспечены техникой и ГЦМ. Чтобы не допустить срыва плана кормозаготовки, из улусного бюджета будет выделено 4,5 миллиона рублей. Ну, да, это очень важно. План будет выполнен, как заверили представители правительства республики. И на оперативном совещании под председательством Юрия Куприянова приняли участие и члены правительства, и главы поселения, и руководители сельхозпредприятий. И они обсудили целый ряд предложений по более эффективному использованию различных механизмов. Ну, тут интересно, что Юрий Степанович отметил, что Минсельхоз этой республики сейчас будет поддерживать самые передовые у нас хозяйства, и поэтому передовым быть выгодно. Да, передовым быть выгодно. А еще очень хочется будущего, как вы верно заметили. Давайте к политике. 25-я полоса вчерашней толстушки Якутия, 25 августа. Статья «Какое будущее нас ждет?» Дело в том, что газета Якутия разобрала партии, участвующих в предстоящих выборах в Госдуму. И в этой статье даны краткие характеристики основных партий, которые принимают участие в выборах. И вот, по мнению автора материала, Афанасия Гаврильева, ну, процитируйте, пожалуйста, может быть, да? Вот пишет наш Афанасий Гаврильев, что при помощи финансируемых Западом СМИ в голову избирателям вдалбливали лозунг «Голосуй за кого угодно, только не за власть». На самом деле, очень серьезный материал. На этой волне СССР смогли получить голоса людей, поддавшихся на пропаганду. Это цитата, собственно говоря. Тут очень много времени уделено. Да, из газеты. Что еще можно сказать? По мнению политологов, там же, в качестве инструмента по выдавливанию сильных конкурентов, справедливая Росса активно используют закулисные договоренности. Ну, например, да? Да, тут, если даже пройтись под заголовком, все понятно становится, да, там, ЛДПР, партия русских, родина спецназ президента, партия Прохорова без Прохорова, партия Роста, единая Россия на социальное развитие. Вот, да, тут такое интересное. Продолжим политическую тему. Газета «Жизнь Якутска», 25 число, страница 9. Называется так. Федот Тумусов солгал в эфире НВК САХА. Действительно, во вторник, во время вторых дебатов, лидер партии «Справедливая Россия», ну, лидер партии в республике имеется в виду Федот Тумусов, сообщил, что он якобы является единым кандидатом от Общероссийского народного фронта. И, как пишет газета, едва ли не от самого президента страны. Однако, данное заявление не соответствует действительности. И, похоже, что это намеренный обман избирателей. ОНФ никогда не объявляла о выдвижении кандидатов на выборах в Госдуму. Это невозможно по закону, потому что ОНФ – общественная организация, ну, общественное движение. И не может выдвигать кандидатов в парламент. Я вчера посвятил какое-то время в программе «Арена событий». Вот этому и брал интервью, собственно говоря, и у Микаэла Заболотного, который, в общем, тоже удивлялся. Сему подходу, сему, значит, такому предвыборному ходу Федор Семенович. Тему поддерживает, кстати говоря, и газета «Якутия», и также ряд изданий. Да, было такое. Давайте уже будем близиться к концу наше время. Важная новость от Александра Ильича Борисова. Александр Борисов, хорошая фамилия, заявил, что завтра мы презентуем приход оптоволокна в Хандугу. Это было вчера, это сегодня, соответственно, пришла в Хандугу. Недавно мы ездили, кстати, в командировку в Хандугу, и там очень-очень люди ждут интернета. Молодежь очень страдает. Да, дождались. Цитата. Если в конце 2012 года интернет со скоростью до 1 мегабит в секунду стоил 3900 рублей, то сегодня примерно 60 рублей. То самое главное, что у нас сложилась среда, при которой выгодно стало вкладывать деньги во внутриреспубликанские оптоволоконные линии. Говорит Александр Борисов. Я добавлю, собственно, оттуда же. А что с западной Якутией, спрашивает Марина Колбасина, которая беседовала с министром связи и информационных технологий. Это одно из главных направлений нашей работы. В июле запустили оптику в Мирном, в каждый дом. В третьем квартале ожидаем ее подключения и захода софтовых операторов в Ленск и Алёкменск. Наше время подходит к концу. Вот на этой хорошей новости давайте будем прощаться с нашими зрителями. Спасибо вам за то, что помогли провести выпуск. А вам всего доброго. До следующих встреч. До свидания.